Аплодисменты Я бы хотела поблагодарить организаторов и также Институт имени Петрова за то, что они организовали эту встречу и за то, что пригласили меня в такой красивый город, в прекрасный Санкт-Петербург. Соответственно, у меня возможность увидеть прекрасный город появилась и совершенно потрясающие достопримечательности. Идея, как вы уже, скорее всего, поняли, это получить как можно больше информации до того, как непосредственно отправить пациента на хирургию для того, чтобы избежать сюрпризов для пациента, для хирурга и также для того, чтобы выбрать правильную стратегию для лечения. Мы с вами прекрасно знаем, что есть пациенты, у которых есть риск развития местных рецидивов, местно-регионарных рецидивов. И при помощи дохирургической визуализации мы можем избежать подобных вещей. И до МРТ мы видели, на самом деле, что есть, например, есть, что у нас по краям опухоль кишки, в общем-то, у пациентов. Там выживаемость была очень плохая, меньше 40% при такой локализации опухоли. Мы видели, когда затронута месоректальная фасция и взаимоотношение опухоли, прилегание опухоли, взаимоотношение опухоли с этим планом. Если у нас больше 1 мм промежуток между фасцией и опухолью, то тогда у нас будет очень низкий риск того, что будут затронуты края, и, соответственно, низкий риск локорегионального рецидивирования. Вот это то, что мы опубликовали в журнале NCO. И не только статус края является предиктивным фактором местного рецидивирования, но также это предиктивный фактор безрецидивного и общей выживаемости, можем прогнозировать таким образом. Гистопатологи, на самом деле, не совсем согласны с нами. Они не согласны с нами по поводу прогностической значимости локализации опухоли и дистанции от края. Но мы продемонстрировали в своей публикации, что, по крайней мере, если мы используем стадирование по ДЮКу или тест-стадирование, оно не очень помогает в сертификации пациентов среди тех, у которых будет плохой прогноз. То, что касается CRM-стадирования, то это стадирование очень важное, но есть и другие факторы, на которые мы должны также посмотреть. На самом деле, это является фундаментальной частью стадирования по краям резекции. Итак, то, что мы еще продемонстрировали, это то, что вы не можете определить, не можете угадать, каким образом, так скажем, определить стратегию для пациента. Скорее всего, вам нужно, конечно же, принимать решение по поводу хирургического вмешательства после МРТ и после междисциплинарного консилиума. И надо сказать, что МРТ начала использоваться в некоторых из наших клиник, но не каждый пациент получал возможность получить высокое разрешение МРТ. Не у всех пациентов была вот такая предоперационная дискуссия с целью достижения определенных общих решений. У тех пациентов, где у нас не было такого обсуждения, у этих пациентов было гораздо более высокое количество случаев позитивных краев, потому что, на самом деле, не было достигнута оптимальной стратегии. Именно поэтому мы должны обсуждать всех пациентов абсолютно. И когда мы посмотрели, так скажем, сделали аудит, то у нас позитивные края упали до меньше, чем 3%. Это новая политика, и если у нас края резекции действительно вовлечены, то в этом случае у нас будет абсолютно другой подход. Это будет подход, так скажем, который более радикальной хирургии. У каждого пациента сегодня проводится в Соединенном Королевстве МРТ, и после этого обсуждаются радиологи, гистопатологи и хирурги все вместе. У нас такие встречи каждую неделю, это позволяет нашим пациентам получить гораздо более адекватный подход к терапии, определить стратегию гораздо более адекватно. И что это для нас означает? Если у нас больше 1 мм дистанция от мезоректального проекта плана поля, то в этом случае у нас меньше, низкий риск местно-регионального рецидива. А если ближе, чем 1 мм, то в этом случае риск очень высок. Именно поэтому здесь у нас опухоль будет прорастать в мезоректальную плоскость. И вот вы посмотрите, это достаточно типичная ситуация на МРТ. Вы видите, здесь ректальный рак, вы видите, здесь определенный опухоль, где она локализуется. И, к сожалению, вот здесь у нас инвазия порции определенной части опухоли. Вы видите, что мезоректальные края также затронуты. Соответственно, для хирургического вмешательства, если у нас такая ситуация по передней стенке, то в этом случае местно-региональный рецидив и месостазирование риск очень высок. И что, если мы на предоперационную химиолочевую терапию отправим, то в этом случае, посмотрите, здесь у нас уже нет опухолей, вместо этого у нас фиброз. И фактически здесь у нас абсолютно нет опухоли уже в макрообразце. И при операционной терапии, в результате от позитивной к полностью свободных от опухоли краев резекции, мы перешли, позволило нам перейти. И в результате это означает, что МРТ является не только прогностическим, но также и не только прогностической значимостью обладает. Но, в общем-то, это позволяет нам устранить факторы риска. Если мы отправляем пациента на предоперационную химиолочевую терапию, это означает, что это не только возможность пациентов с положительными краевыми реакциями сделать отрицательными, но если они остаются положительными, что же мы делаем? Вы расширяете хирургическое вмешательство, и вы должны в этом случае посмотреть на пациента после предоперационной химиолочевой терапии и затем понять, есть ли это уже фиброз, как в этом случае, нужно нам тогда ТМЭ или нет. Либо у нас все еще наличествует опухоль, и в этом случае тогда хирургическое вмешательство должно быть расширено. И вот это как раз та стадия, в которой мы находимся сегодня на международном конгрессе в Париже, где были мы и профессор Кузо, и мы пришли к консенсусу по этому документу. Среди заключений этого документа были следующие. Мы должны идентифицировать тех пациентов, которых мы отправляем на ТМЭ. То есть, соответственно, если мы говорим, что у нас затронута края резекции, то в этом случае мы должны отправить пациента в референсный центр, у которого достаточный опыт для того, чтобы проводить ТМЭ. Я полагаю, что в Париже мы пришли также к определенному консенсусу по поводу того, по поводу проведения МРТ и также о междисциплинарной команде, так скажем, и о том, как мы должны принимать подобные решения. Мы улучшаем таким образом выживаемость среди пациентов с колоректальным раком. Если вы посмотрите на эти опухоли, то здесь мы не только оцениваем центральный мезоректальный компармент, но мы также задумываемся о других компарментах, где нужно будет проводить резекцию для того, чтобы получить чистые края резекции. Если мы говорим о мезоректальной фасции в заднем аспекте, то здесь нам нужно убрать весь задний компармент. Это означает иногда фактически частичная сактероктомия. И если у нас также затронут передний план, то в этом случае ТМЭ у нас должно быть расширено для того, чтобы, в общем-то, это и предстательная железа должна быть также убрана, и также убран мочевой пузырь. Соответственно, оценка этой опухоли после химио-лучевой терапии очень важна. Я полагаю, что Светлана уже поделилась с радиологами в России этими соображениями. Это как раз концепция отчета. Здесь вы не только стадирование опухоли делаете, но также документируете то, что происходит в разных компарментах, если идет инвазия в мезоректальные края. Это означает, что это не только ТН и М стадирование и также статус экстрамуральных сосудистой инвазии. Но, в общем-то, это полное описание для того, чтобы получить чистые края резекции и, в общем-то, для того, чтобы понять, что пациент действительно отправлен в нужном направлении с точки зрения терапии и хирургии. Вот это, например, очень агрессивная опухоль, которая прорастала в предстательную железу. И вот вы видите здесь, что здесь нет никакой зоны безопасности для ТМЭ без того, чтобы потерять, в общем-то, этот план и перфорировать прямую кишку. В общем-то, для этого пациента здесь не будет никаких, так скажем, безопасных полей. И здесь разумно, скорее всего, оставаться за пределами этого плана и убрать полностью все, в общем-то, органы, достаточно радикально убрать органы таза. Вот вы видите, что это можно только определить, если вы посмотрите на МРТ после химио-лучевой терапии. Даже цифровая ректальная осмотр не даст вам никакой информации. То есть у этого пациента нам нужно высокого разрешения МРТ обязательно сделать. И, в общем-то, на высоком разрешении МРТ вы можете увидеть остаточный фиброз или остаточную опухоль. Вот это фиброз в этом случае, и на самом деле он такой плотный, он такой большой, крупный, что вы должны оставаться за пределами этого фиброза для того, чтобы получить адекватные результаты хирургического вмешательства. Вот это после того, как оперировал профессор Токесов, посмотрите, здесь была реконструкция при помощи лоскуна. Лоскуна, представительная железа была здесь убрана, и здесь нет никакого риска уже местного рецидива после хирургического вмешательства. Вот при помощи МРТ мы это смогли оценить. Вы видите, здесь красивая анатомия, это профессор Кузу оперировал. Вы видите, это то, как мы пытались соотнести анатомию по исследованиям на трупах с пациентом. Вот посмотрите, здесь анатомия должна быть одинаковая, вот это мезоректальная фасция, пресакральная фасция и вот это компартменты таза. Это очень важно, очень важно понимать анатомию для нашей хирургии, я полагаю, для хирургов в принципе это очень важно, посмотреть на МРТ и понять то, что вы видите на МРТ, и посравнить с тем, что вы можете увидеть внутри пациента. И вот это фактически то, что мы можем увидеть, как раз сосудистая анатомия, которая включает нормальные варианты, например, это средняя артерия, и вы можете это как раз увидеть на дооперационном МРТ. И безусловно, мезоректальная фасция, вот вы видите, здесь у нас небольшая такая зона гипоинтективности, которая показывает нам разницу между нормой и патологией. И вы видите, здесь достаточно большое количество материала, это как раз вены, это лимфо-лифатические узлы, это соединительная ткань. И здесь у нас также ткань жировая, это в общем-то, вот это просто жировая клетчатка, в общем-то. Вы можете увидеть здесь разницу между мезоректальными компартментами и компартментами таза. Вы можете оценить всю эту анатомию достаточно хорошо. И на самом деле, если мы оцениваем с вами ректальный рак, то вот посмотрите, здесь у нас как раз план ТМЭ, и здесь у нас по большому счету, вы видите, это нижняя часть, нижняя часть прямой кишки. И вот это как раз, вы видите, что в таких опухолях, когда они локализуются в нижней части прямой кишки, то здесь, в общем-то, очень многое располагается на поверхности образца, на поверхности опухоли. По большому счету, здесь было большое количество, то есть достаточно серьезная положительность по краям резекции и, в общем-то, очень высокий риск рецидива в области таза. Мы используем также систему стадирования по МРТ, которая, прежде всего, оценивает стенку прямой кишки и также мускулатуру внешних сфинктеров. И если у нас прорастание идет вот в эту область, между стенкой прямой кишки и комплексом внешнего сфинктера, то есть это мышцы элеватора и внешний сфинктер, вы видите, то это означает, что план ТМЭ будет хирургически небезопасен. Это означает, что вы будете угрожать опухоли хирургической диссекции. Таким образом, опухоль, если она прорастает вот в эту область, то самое лучшее здесь оперировать за пределами этой плоскости. И вот это как раз тот самый подход, тот самый доступ. Посмотрите, вот это межсфинктером, мы проходим межсфинктерами, и здесь мы никаким образом не затрагиваем опухоль, которая находится у нас между стенкой и комплексом внешних сфинктеров, и также по ходу элеватора, это как раз безопасная плоскость для хирурга. Здесь мы как раз можем остаться достаточно безопасно и не перфорировать кишечник. И на самом деле мы вот такую систему стадирования разработали. Соответственно, если у нас Т3 или Т4 опухоль, то в этом случае мы можем повторно оценить ее локализацию по отношению к сфинктеру. Например, она относится больше к стенке, то в этом случае вы можете сказать, что план ТМЭ достаточно безопасен. И в этом случае абсолютно возможно интосфинктерно аностомоз сделать или даже сделать АПИ сфинктером. Но если у нас план является небезопасным, если у нас опухоль прорастает в межсфинктерное пространство, то в этом случае у нас эксизия будет идти по тому краю, который я только что продемонстрировал профессор. АПИ с нам говорит о том, что мы должны прежде всего специфицировать, какой план непосредственно является в зоне риска и какого рода хирургическое вмешательство нам нужно для того, чтобы получить абсолютно чистые края резекции. Это очень важно. И вот это показывает нам, что если вы будете использовать систему стадирования этих опухолей по МРТ, то если опухоль прорастает за пределами из ректальной фасции, то в этом случае в 18 раз повышается риск локального рецидивирования. И при помощи использования подобной системы стадирования мы можем снизить количество положительных краев резекции в значительной степени до 12%. То есть если у нас прорастание идет в передний план, то в этом случае нам нужна более экстенсивная хирургия, как правило, это не просто АПИ за пределами элеватора. И, безусловно, если у пациента безопасная плоскость для ТМЭ, то в этом случае мы можем, конечно же, оперировать. Но у нас зачастую есть фиброз, у нас, в общем-то, образуется фиброз после мелочевой терапии, там, где его раньше не было, это усложняет хирургические подходы. И таким образом качество макрообразца может быть не оптимальным. И если вы стадируете все очень точно, то в этом случае Т1 и Т2, опухоли Т1 и Т2, и те опухоли, которые не угрожают межсфекторному пространству, которые находятся на другом уровне, то в этом случае вы можете, в общем-то, без химиолочевой терапии достаточно легко все это проводить хирургическое вмешательство. И в этом случае вы должны обязательно определить края резекции и определить безопасные, более безопасные, менее безопасные опухоли. Мы опубликовали эти данные. Если вы хотите познакомиться с данными более подробно, мы напрягали их в аналог хирургии в прошлом году. И это было многоцентровое исследование, в котором использовались различные радиологи, участвовали, они смотрели на снимки. Это не был один эксперт, это очень важно. Поскольку мы считаем, что благодаря этому мы можем обучать данную методику, если вы посмотрите на снимки, если вы хотите лучше оценивать снимки и, скажем так, лучше их интерпретировать. Как же мы обнаруживаем опухоли с плохим прогнозом? На самом деле, существующая система, которая на данном описании, опухоли недостаточно хороша для того, чтобы отделить хорошую опухоли от опухоли, скажем так, с плохим прогнозом. Потому что существующая система не очень хорошо работает. Что мы предпочитаем? Думать, что мы рассматриваем, скажем так, другие аспекты. И Дюк разработал систему стадирования для лимфоузлов, он показал, что опухоли Дюк-С выживаемость только порядка 7%. В соответствии, 93% пациентов погибают в течение трех лет, если имеются лимфоузлы в образце в макропрепарате. Сейчас это при операции, тотальная мезоболекометомия, это уже не так, статеги поменялось. У пациентов, которые имеются мезоректом и лимфоузлы, большинство из них, если мы таких пациентов можем получить излеченность. Также, что Дюк также отметил, и что отметили другие патоморфологи, что имеется прогностическая значимость глубины инвайзи, глубина распространения. И этот аспект не всегда хорошо рассматривается. Но при этом есть достаточно много данных, что если мы измеряем глубину проникновения от ректальной стенки ректума и вглубь, то мы получаем более точную прогностическую информацию, чем просто назвать опухоль Т3 и все. Опухоль Т3 с миллиметром менее 1 миллиметра выглядит так же, как опухоль Т2. И это неудивительно. И во всех патологических исследованиях, патоморфологические исследования показывают. То есть, если от 1 до 5 миллиметров глубина распространения, это также хороший прогноз. Однако, если опухоль выходит за пределы, 5 миллиметров мы начинаем видеть ухудшение прогнозов. Выживаемость пациентов, скажем так, начинает падать и повышается частота метастазирования. И если говорить о методиках визуализации, то экстрамуральная глубина инвазии играет более важную роль, чем статус полимфоузла. Если мы говорим о разделении пациентов с плохим и благоприятным прогнозом. Соответственно, когда мы меряем глубину инвазии от ламина-проприя в миллиметрах, если мы измеряем точно, что мы получаем, мы получаем очень точную корреляцию с теми же измерениями, которые делают патоморфологи. И поскольку мы получаем достаточно высокую точность, и она является прогнозистически значимой, то, соответственно, лучше использовать методы более точные, чем менее точные для определения стратегии лечения. Соответственно, оценка лимфоузлов является неточной, в радиологии, по крайней мере, это всегда. Но измерение глубины инвазии является очень точным методом и дает существенно более точную прогнозистическую стратификацию пациенту. Таким образом, мы можем выделить пациентов, которые выживут, и от тех пациентов, у которых ситуация будет не настолько благоприятной. Важно ли там, что это за опухоль, Т3 или Т3А, или Т2, в самом деле нет. Если делается на один миллиметр, то мы его видим, это хорошо. Но если имеется минимальное распространение опухоли через стенку прямой кишки, то, соответственно, прогноз такого пациента идентичен. И что мы знаем по данным патоморфологов? О том, что если опухоль глубиной инвазии менее 5 миллиметров, независимо от статуса лимфоузла, то у этих пациентов будет очень хорошая выживаемость. В исследовании Меркьюри мы показали, в нем участвовало порядка 30 специалистов, радиологов, которые провели соответственное обучение. И использовали методику со сканером высокого разрешения. Мы показали, что пациенты могут избирать лучевой терапии, если мы получали чистую геницию по СРМ. И, соответственно, у этих пациентов мы могли не использовать лучевую терапию до и после операции. Это был, собственно, такой подход. Мы использовали то, что мы показали, что у этих пациентов, у этих пациентов, которые были с признаками хорошего прогноза, была практически треть пациентов, у них не было каких-либо отдельных рисков локального рецидива. Их выживаемость также была чрезвычайно хорошая. Соответственно, выживаемость стала от 80 до 95% безрецидивной выживаемости. Соответственно, этих пациентов мы можем выявить до операции и избежать лучевой терапии до операции. Соответственно, это означает, что не имеет значения, вовлечены лифоузлы, нет. Если глубина на возымение 5 мм, более того, риск поражения лифоузлов существенно небольшой, с менее 5%. Соответственно, используя такое определение, если мы можем избежать предупрессионной лучевой терапии, мы, соответственно, исключаем риски осложнений и, в частности, без существенного повышения риска локальных рецидивов. И, по крайней мере, эта стратегия применима у третьих пациентов. Опасность лечения пациентов с использующей терапией хорошо известна. Именно поэтому мы стараемся избегать избыточного лечения пациентов, поскольку вред наносим может быть существенным и серьезным. Какой же риск местных рецидивов, если есть ли мы узлы при ситуации, когда их нет, и если мы имеем дело с чистым СРМ? Нет различий, и нет различий с точки зрения локальных рецидивов, они, было показано, что нет различий. И я думаю, что в США, в Северной Америке, они сейчас защищают возможность исключить лучевую терапию пациентов, у которых имеется опухоль на стадии Т3 с глубиной инвазии менее 5 мм. И мы игнорируем, в частности, статус пациентов по узлам, и я надеюсь, что исследование показывает, что это достаточно безопасный способ для того, чтобы исключить предаберационную лучевую терапию. И суть в том, что эти пациенты, когда вы выделяете поражение с СРМ, то мы, соответственно, можем дефицировать факторы риска. Но стадирование по ДЮКу, стадия 2 и стадия 3, она не говорит о факторах риска по локальному среднему, она не позволяет сертифицировать соответствующим образом наших пациентов. Сосудистая инвазия – это аспект, в котором очень хорошо работает МРТ, и она является более точным, чем патоморфология. И чему же мы научились, чему узнали, если смотреть, что эти исходы у пациентов изучаются чаще, чем метастазы в лимфоузлы, и на самом деле оно является лучшим предиктором протестических метастазов, чем статус по лимфоузлам. Соответственно, и сейчас изучая этих пациентов, мы понимаем, что опухоль присоединяется непосредственно в лимфоузел, и потом в печень найдет опухоль, потом в вену, и потом в печень. И вот таким образом идет метастазирование, и это имеет смысл. И это мы знали уже достаточно долгое время. Я думаю, что, опять же, на этом мы чаще не обращали внимание, потому что, к сожалению, когда патоморфологи находили лимфоузелок, то они, скажем так, не так критически оценили, откуда он произошел, где он находится, в вене или в лимфоузле. Они просто называли это узелком, и зачастую называли его лимфоузлом, хотя на самом деле это не было лимфоузлом, скажем так. И, соответственно, с точки зрения рентгенологов, мы не должны попадать в эту ловушку. Мы должны внимательно оценивать узелки, которые мы видим. Если они находятся в венах, мы должны его называть сосудистым метастазом и сосудистым узелком. И таким образом мы сможем точнее стратифицировать пациентов в отношении реальных рисков развития отдаленных метастазов. И при этом мы можем не слишком волноваться о лимфоузлах, поскольку, по сути, их реакция может быть частью нормального иммунного ответа на опухоль. И я думаю, что это очень важная концепция, которая должна изменить классификацию ТНМ, которая должна привести к изменению классификации ТНМ. Когда мы провели материальную анализ, я попубликовал в статье в аналогхирургии, мы видим, что сосудистая инвазия обнаруживается в два раза чаще на МРТ по сравнению с патоморфологами. У них было 46%, мы обнаружили 99%. И риски метастазов в два раза выше по сравнению со статусом по лимфоузлам. И когда патоморфологи находят их, то они обнаружили этот коэффициент риска, он повышается в два раза, но они могут обнаружить только половину пациентов по сравнению с МРТ. И если пациенты имеются на сосудистую инвазию, то если пациентов мы конвертируем от положительных в отрицательных, то, соответственно, риск локальных метастазов падает. Но если статус попружения сосудов не меняется, то, соответственно, риск локальных метастазов остается достаточно высоким. Это очень важный прогностический фактор, где была опубликована эта работа. И большинство патоморфологов на самом деле не слишком четко разделяют, как это назвать, лимфоузлом или сосудистым узелком, сосудистой инвазии. Да, это узелок, это узелок, с их точки зрения, он окружен жировой тканью. Соответственно, если патоморфолог, спросите патоморфолога, сколько они получили лимфоузлов, то, соответственно, предпочитают это назвать лимфоузлом, а не сосудистым образованием, сосудистым узелком. Но на МРТ мы четко видим, что это сосудистые образования, поскольку вены, у них имеется изменение сигнала, они видны, мы можем отслеживать их анатомически, то есть на следующем срезе мы видим, что имеется еще фрагмент вены, далее еще один фрагмент вены и так далее. То есть мы можем точно сказать, что этот узелок находится в вене, этот узелок разрушил эту вену, и здесь имеется кровь, здесь кровь имеется. Это сосудистый образование, сосудистый узелок. Таким образом, мы не можем это называть неправильно, это называют лимфоузлом. Это некорректно. Мы его должны называть сосудистым отложением, сосудистым узелком. Это заболевание вне лимфоузла. И, соответственно, когда мы задались этим вопросом, то мы увидели, что у всех пациентов на вскрытии с метастическим заболеванием имела сосудистая инвазия от первичной опухоли. И очень необычно видеть метастазы без поражения сосудов. Это было отмечено практически 100 лет назад, в 1938 году. Мы игнорировали эти данные в нашей классификации ТНМ. Таким образом, авторы пришли к выводу, что прямое распространение по кровотоку является и прорастание, является основным механизмом распространения опухоли этих пациентов. И это однозначно... Это было понято тогда. И, соответственно, мы говорим не о лимфовоскулярной, а о воскулярной инвазии. То есть мы должны в первую очередь смотреть на вены. И я думаю, что некоторые из анализов, которые впоследствии проводились, они смешали, скажем, перешали эти два аспекта. И это тоже некорректно. Соответственно, патоморфологи в 30-х годах очень четко оценивали, они отслеживали анатомию вен. Но после этого этот навык, скажем так, был утерян. Современные патоморфологи, скажем так, потеряли этот навык. Соответственно, вот что это такое? Это сосудистый узелок или это лимфоузел? Посмотрите, опять же, может быть, патоморфологи поспорят, что это такое, поскольку здесь нет лимфатического материала, нет архитектуры. Лимфоузел не просто называют лимфоузелом и все. Лимфоузел, который заместил опухоль. Но здесь на МРТ мы видим вены и видим, что опухоль проросла и разрушила эту вену. Вот вена с другой стороны, это нормальные признаки нормальной вены, и они видны, как параллельные каналы. Если растет узелок, прорастает вдоль хода вены, мы должны назвать его сосудистым образованием, сосудистым узелком. И вот еще один пример. Здесь попроще его увидеть, поскольку вена не разрушена до конца. Но также мы видим сосудистую анатомию, и здесь обычно расширение этого сосуда. И вот это уже патология, это феномен сосудистого распространения опухоли. Проблема, когда мы провели опрос патоморфологов в Канаде, мы увидели высокую частоту недостаточного репортирования этих, скажем так, поражений. И если они видят артерию, например, и они пытаются, если они видят артерию, но видят не вену, а узелок рядом с этой артерией, то патоморфологи должны подумать о том, что возможно, что это не лимфоузел, а это все-таки сосудистая инвазия. То есть это очень простой момент, о котором могут или должны думать патоморфологи. Но вот для рентгенологов способность видеть, возможность видеть сосудистую распространение достаточно просто. Мы видим распространение опухоли вдоль роста сосудов, мы смотрим на эти признаки, и мы видим это примерно 40% с ректальным раком. То есть в отличие от лимфоузлов, которые мы можем найти в мезоректуме, сосудистое распространение не учитывает вот этот конверт, скажем так. Сосудистое распространение, при сосудистом распространении мы выходим за пределы мезоректального мезоректума. И если вы видите такую вот подобную опухоль, она выглядит как будто она как бы заканчивается в мезоректальной фасции, но вы должны быть уверены, что опухоль может распространяться латеральнее в тазовые органы. Неудивительно, что когда начали искать сосудистую инвазию, и патоморфологи провели исследование АКОРД, в котором патоморфология оценивается центральным образом, они выявили, что сосудистая инвазия является независимым фактором риска для поражения CRM. И это, соответственно, неудивительно. То есть, если мы видим подобные опухоли, которые прорастают в вену, то есть мы должны увидеть, что где-то еще в другом месте имеется поражение CRM, поскольку опухоль может распространяться вдоль сосудов. Соответственно, фактор риска имеет не только для дистантового распространения метастаза, но это также будет фактором риска для тазовых рецидивов, поскольку имеется связь с поражением CRM. И это, соответственно, еще один независимый фактор риска для поражения в исследовании Меркьюри-2. Это было показано. Соответственно, что мы также видим, что те практические факторы, которые мы можем увидеть на использовании технологической инвазии, кроме CRM и глубины инвазии, в искусственной инвазии играет важнейшую роль, поскольку это является независимым фактором риска в отношении выживаемости пациентов. И через три года после операции, если у пациента была в искусственной инвазии, то только 30% из этих пациентов, собственно, не имели метастазов. То есть у 30% этих пациентов имелось какое-то метастическое заболевание в первые три года после операции при наличии инвазии. Соответственно, то, о чем мы думаем, мы должны задуматься о более интенсивной терапии. И также мы должны обеспечить дополнительное наблюдение за этим пациентом, поскольку если мы сможем выявить метастазы и пролечить его, скажем так, радикально, удаляя, например, метастазы. Также мы показали, что если мы, скажем так, можем реверсировать этот статус по МВА и по экстреморальному сосудистому распространению, то мы, соответственно, существенно изнижаем риск метастазического заболевания. Он становится таким же, как у пациентов, у которых не было сосудистой инвазии в принципе. Соответственно, в такой ситуации, что имеет смысл использовать химио-лучевую терапию, и мы можем, соответственно, с ней существенно уменьшить риски локальных метастазов впоследствии. И, соответственно, мы считаем, соответственно, с помощью химио-лучевой терапии, если мы, скажем так, снижаем статус опухоли, то мы, соответственно, и также очень важно, что сосудистая инвазия является фактором риска по развитию тазовых поражения тазовых лимфоузлов. И также мы видим, что этих пациентов составляют по 12% ректальным раком. Если посмотреть на этот признак, это является не независимым, но это является фактором риска худшей выживаемости, и также он связан с сосудистой распространением, с сосудистой инвазией. И далее следующий вопрос. Нужно ли нам стадировать каждого пациента? Стадирование не всегда требуется при МРТ. Вот это вот ранний этап рака прямой кишки. И вот то, что происходит, мы видим здесь, здесь имеется сосудистая инвазия, здесь опухоль попала в сосуд латерально. Если посмотреть в корональную плоскость на этот снимок, сейчас я покажу вам еще раз. Здесь имеется вена с опухолем узлом и метастазом, связанным с таким распространением. То есть это достаточно частый феномен при ректальном раке. То есть опухоль попадает в вену и затем простоет дальше. Для этого пациента не требуется локальная эксцизия по поводу рака Т1, но пациенту нужна экзонтерация. Пациенту нужна диссекция латеральной стенки для того, чтобы удалить опухоль, которая вышла за пределы компартмента ТМИ. Но при этом, но сначала им нужна, соответственно, предоперационная лучевая и химиотерапия. Вот как, собственно, вот как этот процесс сформации. И вот здесь еще один процесс, где ректальная стенка полностью интактна, сохранена вся мускулатура хорошая, межсфинктерный ТМИ. Но пока мы не видим здесь опухоль, вот это распространение опухоли по вене. И, соответственно, она выходит за пределы плоской ТМИ. И, соответственно, придется экстреливаторная эпи, экстреливаторная, в большинстве, экстерпация для того, чтобы удалить опухоль вене. Поэтому предоперационное стадирование играет ключевую роль. И, соответственно, очень важно искать сосудистую инвазию. И я думаю, что, я думала, у меня есть еще время? Алексей, я могу продолжать? Вы скажите мне, когда остановиться? И что мы должны понимать? Что у пациентов, у которых имеются признаки, скажем так, низкого риска, Т3Б или менее, когда безопасность по плоской ТМИ и отсутствие сосудистой инвазии можно использовать. У такой пациента мы можем отказаться от лучевой терапии, поскольку, соответственно, это исключительно осложнение лучевой терапии. И главное, что это продуктивная лучевая терапия, она бессмысленная, она не имеет смысла. У этих пациентов без операционной лучевой терапии, это до трети таких пациентов, могут обойтись без нее. С другой стороны, мы должны также искать признаки плохого прогноза и должны более агрессивно лечить таких пациентов. Соответственно, если мы посмотрим на данные клинических исследований, международного исследования, третья фаза, если у пациентов второй и третьей стадии, если все будут пациенты подобного плана, то вы должны понимать, что это, естественно, будет статистический недостаток, поскольку он не увидит локальных институтов у этих пациентов, у всех будет хорошая выживаемость, и, неудивительно, эти исследования смогут показать улучшение выживаемости таких пациентов. Именно поэтому на данный момент мы не можем хорошо развиваться с точки зрения предоперационных стратегий, поскольку если мы агрессивно лечим большую часть таких пациентов, то мы получим исследования с отрицательным результатом. И это большая проблема с существующей системой стадирования ПТНМ. Что же мы предлагаем? Мы предлагаем чуть более тщательно стратификацию использовать. В частности, мы можем здесь использовать прогностическую оценку пациентов. Использование, например, муцинозной опухоли, МРТ, существенно, лучше обнаруживает муцинозную опухоли, чем биопсия. И эта публикация была в Европейском журнале «Онкология». И мы оцениваем вероятность. И, соответственно, в МРТ вероятность спостных диагноза выше. Поскольку биопсия, к сожалению, не захватывает область с муцином опухоли. Поэтому, если мы видим вот такие снимки у пациентов, у которых считалось, что иметься аденома, но на самом деле хирург не обратил внимания на то, что происходит в основе этой аденомии. Здесь имеется ужасная муцинозная опухоль. И, соответственно, в биопсии была показана только дисплазия. То, соответственно, мы не всегда можем сказать, что опухоль доброкачественная или излокачественная просто до МРТ. Соответственно, любой полипы – доброкачественный, излокачественный. В такой ситуации мы должны проводить обязательно и МРТ для того, чтобы оценить безопасность исходной запланированной процедуры такой типа, как локальная эксцизия и локальное försинение. И мы должны оценить доброкачественность этот процесс, поскольку не всегда эти образования являются доброкачественными, какими, мне кажется, на первый взгляд. И далее мы смотрели, и мы смотрели пациенты, которые получали химолчевую терапию, мы показали, что у этих пациентов, у которых мы добились снижения стадии опухоли менее Т2, у них выжимаясь была лучше, чем у пациентов, у которых поражение опухоли-шак-нез выходило за пределы мускуляриз-проприя. И, соответственно, есть прогнозические факторы, которые позволяют прогнозировать эту терапию. И было показано, что это не было связано с улучшением состояния, это не было связано с возрастом, полом и стадией опухоли. Эти факторы не влияли на возможность регрессивного. Риском была важна сосудистая инвазия. Если сохранялась сосудистая инвазия, то это говорит о том, что, соответственно, мы не добьемся хорошего результата, у которых мы сможем, скажем так, уменьшить признаки сосудистой инвазии. И, соответственно, но при этом ответ на химио-лучшевую терапию... Соответственно, если вы хотите задуматься об интенсификации предупрессионной лечевой терапии у пациентов с высоким риском и хотите улучшить их выживаемость, то, соответственно, вам нужно добавить в исследование пациентов положительных постсуистой инвазии, дать им химио-лучшевую терапию. Половина из них уйдет в регрессии, но половина из них сохранится, соответственно, поражение сосудистой инвазии. Если этим пациентам вы дадите дополнительную химио-лучшевую терапию, чтобы улучшить статус по сосудистой инвазии, то, вероятно, и это то, что мы хотим протестировать в технических условиях, что в итоге выживаемость с точки зрения метастического заболевания по сравнению с пациентами, которые непосредственно идут в операционную, при этом имеют положительные признаки по сосудистой инвазии. Это такой подход, который мы, собственно, сейчас рассматриваем, хотели бы рассматривать, у этих высокорисковых пациентов. Соответственно, что нам показалось, что даже после лечения, наши возможности по оценке теста опухоли с помощью патомпроводов достаточно не идеальны, но тем не менее достаточно неплохие, но наша возможность определять исходы, скажем так, не отличалась с МРТ, поскольку это неудивительно, что полностью опухоли, при улучшении статуса по опухоли мы не обеспечили стопроцентную выживаемость, но тем не менее она улучшалась. Но что лучше нам оценить от опухоли, это мы оценивали степень регрессии опухоли. И если посмотреть на эти показатели, у которых сохранялись сигнальные, остаточные сигналы от опухоли, которые в конце лечения, если они сохранялись, они были в четыре раза хуже выживаемость и в три раза хуже была безрецидивность в железе. Но при этом статус по СРМ также являлся важным, практически фактором для локальных рецидивов. Это еще один момент, на который мы смотрели на снимках после лечения. Мы смотрели на сосудистые визы, также смотрели на то, насколько интенсивно прошел регресс опухоли. Если посмотреть показатели, мы видим разделение кривых выживаемости по данным регресса опухоли на МРТ. У вас, соответственно, есть группа пациентов с МРТРГ-1 и 2, и это говорит в основном о наличии фиброза. Группа пациентов, где МРТРГ-3 стадии, это, соответственно, фиброз, его много фиброза, но есть масса микроскопических брендов рака, и МРТРГ-4 и 5. Это, соответственно, сохраняется в основном опухоли, не так много фиброза. И имеется значимое различие выживаемости между этими тремя группами пациентов. Не только безрецидивная выживаемость, но также мы говорим о общей выживаемости. И также, что мы показали, это то, что рентгенологам очень просто научиться это делать. Показать выживаемые Меркьюрии, Меркьюрии, Эксперт-Си, Гемкад и Кор. И вот что интересно, что важно, что мы смогли выявить, что 40% пациентов, которых мы видели после химолочевой терапии, они попадали в эту категорию, МРТРГ-1 и 2, и мы получили почти 90% общей выживаемости по сравнению с всего лишь 9 пациентов с патологическим полным ответом. И это очень важно. Таким образом, мы считаем, что МРТРГ является более качественной конечной точкой, который позволяет нам выявить не только больше пациентов, которым терапия будет эффективна, также позволяет нам лучше показать уважение с пациентом, чем патомарфологическая оценка полного ответа. Это тот аспект, о котором мы, скажем так, о котором мы активно сейчас говорим. Техник также, это снимок низкого разрешения. И если вы действительно не очень понимаете, что здесь происходит, что же это такое? Это лимфоузел или что это? Обратите ли вообще на это внимание или нет? Если вы делаете снимки в высоком разрешении, то ситуация полностью меняется. Вы здесь видите, что четко имеется узелок, который связан с сосудом. Следующее место, куда полетит опухоль, это, соответственно, в печень. И, соответственно, с кемолчевой терапии должна улучшить исходы этого пациента. В чем же различие между этим снимком и этим снимком? Различие в 5 минут по времени. Всего лишь. Все. Ничего. Нет никакой технической магии. Просто дополнительные 5 минут и все. И это можно очень легко сделать на любом аппарате в России или на всей планете. Поскольку аппараты в МРТ существуют в данный момент, они более чем способны получить такие снимки. Просто нужно, чтобы был кто-то, кто научится делать такие снимки и потратит 5 минут рабочего времени на это. Никакой магии, никакого волшебства. И таким образом мы получаем, используя снимки с ограничением, мы можем быть более точными. Мы можем использовать стратификацию по МРТРГ, мы можем использовать опухоль, регрессию опухоли. И мы можем использовать как в качестве прогнозов для исходов. И, соответственно, ДЮК, стадирование по ДЮКу не слишком хорошо. Это данные исследования Меркью. Это система, на самом деле, бессмысленная, бессмысленная система стадирования, на самом деле. Вот это наша стратегия стадирования, которая основана на глубине инвайзи. Если вы стад 3, выживаемость, если вы стад 3 СМД с поражением сосудов, очень плохая выживаемость. И очень четкая стратификация. Если взять пациентов в клиническом клиническом исследовании, это исследование будет негативным. Если взять вот этих пациентов в исследовании с интенсивной терапией, это исследование будет положительным с точки зрения плюсов к выживаемости. Все очень просто. Вам не нужны какие-нибудь странные биомаркеры. Вам нужно просто стадировать пациентов под тщательней, а не просто использовать стадии 1, 2, 3. Это то, что мы рекомендуем в поражении СРМ, поскольку здесь имеется риск ракальных рецидивов, глубина распространения. Вы должны измерять глубину в миллиметров, что выходит за пределы мускульного пластинга. Дальше мы должны создать насущественно возить на МРТ. Это фактор риска, который мы сейчас видим чаще, но это фактор риска для дистантных и локальных метастазов. Муцинозные опухоли, можем идентифицировать их на МРТ, стадирование регрессии опухоли. И в итоге у этих пациентов может быть практически полный ответ. Исходы у них могут быть такие же, как у лица, с полным ответом. В будущем мы, на самом деле, сейчас проводим это исследование открыто. Мы уже включили 10 пациентов. Уже 6 недель он идет в нашей клинике. И в этом исследовании в контрольной группе МРТ будет делаться для стадирования пациентов. После лечения будет проведена оценка по СРМ. И затем будет идти операция, химиотерапия. Это опухоли высокого риска. Это будет Т3С и Д. И МВИ положительные пациенты, и серые пациенты, соответственно. Но в основной группе мы используем стратегию стратификации опухоли для стратификации пациентов. Мы думаем, что 30-40 пациентов это будут хорошие пациенты с хорошим методом по МРТ, РГ. И у этих пациентов можем избежать, в принципе, операции. Но у пациентов, у которых будет не очень хороший ответ, то есть МРТ, РГ3, А3, А3 до 5 стадий, мы будем использовать химиотерапию. Потом будет консоляционная химиотерапия, повторная МРТ и затем операция. У пациентов из стадии МРТ, РГ3, возможно, после консоляционной химиотерапии мы сможем избежать хирургии. Идея заключается в том, чтобы показать улучшение выживаемости, используя химиотерапию. И у пациентов положительных пациентов после РМП и МВИ. И сравнить их по сравнению с контрольной группой, где пациентам такой подход не будет прилагаться. То есть контрольная группа – текущий стандарт терапии. И мы надеемся, что исследуемый подход станет новым стандартом после завершения нашего исследования. Мы работаем международными исследованиями. Международные исследованиями, которые могут делать МРТ с высокого разрешения. Соответственно, если ваши центры также могут принять участие в этом исследовании. Мы говорим о новой системе репортирования. Это наши исходные оценки. И это то, что мы, скажем так, рассматриваем в наших отчетах, в наших, скажем так, конференциях. И мы показываем, что каждый из этих факторов на самом деле является прогнозически неоценным. То есть мнение статуса при инфоузлах. То есть, скажем так, они, скажем так, пациентам прогнозируют, что произойдет с пациентом. Это вся наша команда, включая наши, соответственно, заключает всех наших коллег различных исследований. Это включает Светлану, которая играла очень важную роль. И я надеюсь, что она позволит нам донести скандинговую информацию и до русских врачей. И, может быть, поможет вам понять, что же мы можем, чего же можем добиться с помощью МРТ. И спасибо за ожидание. Извините, если я занял слишком много времени. Спасибо. Уважаемые коллеги, будут ли какие-то вопросы из аудитории? Лекция настолько всеобъемлющая, настолько познавательная. По сути, прозвучала как инструкция руководства к действию. И обозначив все основные направления, на что нужно обращать внимание, и не только радиологам, но и химиотерапевтам, и, соответственно, хирургам. Что, по сути, понятно, почему вопросов нет, потому что было изложено столько материалов. Вот один вопрос, Алексей Михайлович. Джина, ну, прежде всего, спасибо огромное за блестящий доклад, как всегда. Я бы хотел задать два вопроса. Does it work? Первый из них касается классификации, которую вы используете. Деление на T1A, B, C, D. Очень понятная классификация. Но нас, как хирургов, больше волнует не глубина инвазии, а расстояние от края опухоли до мезоректальной фасции. Почему не используете эту классификацию? С чем это связано? Да, мы смотрели на этот аспект. Я очень коротко показал на одном из своих слайдов, что на одном из первых слайдов я показал, что если расстояние один миллиметр или меньше, то это прогностический фактор для локального рецидива. Но после одного миллиметра, то есть два, три, четыре, пять миллиметров, он пристает работать как прогностический фактор. Таким образом, это не расстояние до границы, до края. Это расстояние за москулярис проприя. Вот именно это расстояние становится прогностически значимым, если мы говорим о размере в один миллиметр. Может быть, еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, точность МРТ стадирования, во всяком случае, в ваших руках, настолько высока, что она вполне конкурентоспособна с морфологией. Не кажется ли вам, что мы приближаемся к тому времени, когда стадировать мы будем на основании МРТ, а морфологи будут давать нам только молекулярные какие-то особенности опухоли, для того, чтобы мы могли подобрать химиотерапию? Как вам кажется? Я думаю, что это очень важное замечание. Я думаю, что к тому моменту, когда вы доходите до морфолога, вы уже потеряли возможность. Если будете ждать, пока морфолог вам не скажет, что вы должны были делать, уже поздно. Просто слишком поздно приходит ответ от морфолога. Соответственно, это абсолютно ключевой момент. Заключается в том, что мы должны получить максимум информации от предоперационных снимков. Мы должны разработать корректную стратегию. Стратегия, хирургия, становится последним этапом в нашем процессе. Это важно, поскольку то, что вы делаете на операции, это все. Вы больше ничего не можете сделать. Вы не можете повесить прямую кишку обратно. Вы не вставите обратно после операции. Соответственно, очень важно корректно, четко провести стадирование. Молекулярная патология, преисходная биопсия, как правило, она была доказана, что она, скажем так, разочаровала всех. Вы знаете почему. Например, были ситуации, когда мы наблюдали диспластическую, были с точки зрения просвета, но, с другой стороны, они были эмоционозными, и при этом биопсия не могла туда добраться. Другими словами, вы не получаете репрезентативный материал для того, чтобы понять, насколько биологически агрессивна эта опухоль. Но визуализация МРТ может дать этот ответ, если видеть сосудистую инвайзию. Но биопсия показывает, что здесь нет признаков плохого прогноза. То это значит, что вам не нужно смотреть на биопсию, вам нужно смотреть на данные МРТ. Это опухоль с плохим прогнозом, неважно, какой статус у патоморфологических. Соответственно, нужно соответствующий образом личить пациентов. Далее, возможно, мы сможем узнать чуть больше, получить чуть больше данных, данных исследований, триггер. Мы можем узнать чуть больше резистивных опухолей. Если имеется плохой ответ, бедный ответ, можно посмотреть на патоморфологический материал, чтобы понять, какой механизм, почему имеется химио-лучевая резистентность, но это количество пациентов, я думаю, будет меньше 20%. Соответственно, три четверти пациентов, которых мы лечим сейчас, для них стратегия, которую мы предлагаем, она может быть для них достаточно без необходимости постановки молекулярных диагнозов. Спасибо. Если возможно, еще один вопрос. Я бы хотел задать такой практический вопрос. Понятно, что при опухолях, которые касаются Т3А, Т3Б, Н+, и CRM-, мы видим, что Вы демонстрируете великолепные результаты, но эти результаты следуют, как правило, из тех госпиталей, которые имеют высокий уровень лечения, в том числе и оперирования. Могли бы Вы рекомендовать подход именно чисто хирургический, а не комбинированного лечения, при тех ситуациях, когда мы встречаемся с опухолью, предположим, среднеампулярного отдела, с неглубокой инвазией Т3А, Б, Н+, и CRM-? Могли бы Вы рекомендовать такой подход для врачей общей практики, либо все-таки Вы отдадите предпочтение в этой ситуации сначала лучевой терапии, а потом операции? Это, на самом деле, тоже очень важный вопрос. В определенном смысле с тем, что Вы спрашиваете, в ситуациях, когда хирургия может быть не гарантирована, скажем так, высокого качества, в смысле, возможно, мы должны использовать некий подход, чтобы сразу нажать химолочевую терапию пациентов. И ответ заключается в том, что, согласно тем данным, которые имеются по клиническим исследованиям, они говорят о том, что лучевая терапия и химолочевая терапия, они не компенсируют, к сожалению, плохое качество хирургии. Если мезоректум остается, скажем так, не вызываете заболевание из мезоректума, то химолочевая терапия не поможет с этим справиться. То есть, и Вы увидите неожиданно высокую частоту метастазов, высокую частоту положительных CRM. В польском рандомизированном исследовании, к сожалению, то, что мы обнаружили, что они говорили о 30% положительных метастазов в области края и 30% тазовых метастазов. Это слишком высокие цифры, соответственно, заставляет нас задуматься, что их подход был, скажем так, не совсем корректным, что ли. И поэтому мы должны произвести определенные измерения, и с тем, чтобы убедиться, что качество хирургии соответствует стандартам, которых достойны наши пациенты. То есть, мы должны фотографировать макропрепараты, проведить аудит качества, может быть, создать некий общественный регистр. И с тем, чтобы... Также очень важно, чтобы хирурги получили доступ к обучению, к соответствующим тренингам, с тем, чтобы они могли получать соответствующего качества макропрепаратов. У нас есть та же самая проблема в Великобритании, когда коллектальные хирурги должны специализироваться, мы это видим. И когда мы проводили первые встречи, и хирурги приходили на эти конференции, и они очень быстро исчезали из этих встреч, поскольку они понимали, что их работу анализируют, им задавали вопросы, и эти хирурги приставали этим заниматься. Я думаю, что... Ну, в любом, это нужно. Вы должны быть, скажем так, прозрачными, вы должны показать свои результаты, и вы должны испытывать, скажем так, не испытывать страха перед показом своих результатов.